всем привет и в двух частях видео я хочу рассказать про создание дульного тормоза и глушителя и там насадки я не знаю как они точно называются но перед этим я тут немножечко доделаю дуло и добавлю сюда планку пикатинни именно вот эту часть поехали так для начала здесь старом варианте то есть до этого я здесь слегка измерить как сказать слегка измеряю то есть делать эти размеры чтобы более-менее так точно было делах более так скажем вот эти значения с делаю цельными то есть там не одна тысячная там не одна миллиона чтобы было просто цель допустим 1 десятка и теперь я здесь вот перехожу к дулу и здесь начинаю делать вот эту планку пикатинни скопил я из вот этой верхней планки я скопировал скетч ну просто выделяем и control c а потом переходим в другой скетч туда заходим и нажимаем в control v у нас остался скетч и теперь здесь уже назначу различные релэйшн шипсы то есть взаимоотношение взаимосвязи точнее между линиями так вот здесь вот задаю собственную высоту на нужную также здесь делаю нижнюю вот эту часть чтобы она повторяла форму то есть давайте посмотреть покажу вот она форму вот такая вот делал здесь экструд здесь немножко не до резал не до обрезал он делал срут с команды offset отодвигаю на нужное расстояние теперь тут делаю вырез вот такой вот тоже с размером ну естественно копирую линер паттерном данный вырез и теперь для удобства я так вот да здесь я разрежу данную планку пополам потому что она здесь абсолютно симметричная и теперь сделал здесь разрез то есть сначала разрезала пополам делаю здесь все что можно здесь это разрез фаски и потом я данную часть просто от симметрирует обратную сторону как я говорил она абсолютно симметрична и здесь есть сбоку вот например и вот он когда сидеть здесь вот так есть прочертить линию то она будет абсолютно симметрично тоже здесь подгоняю фаску просто на вид тестирую я вот он как выглядит вполне замечательно теперь здесь делаю отверстие для вот этих вот болтов присутствует отверстие также я тут решил попробовать такой инструмент как холл он так называется холл находится во фьючерсах и под холл визард сколько помню он тоже не сложно разобраться если честно покажу сразу чтобы как я его сделал данное отверстие так для так 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 уменьшаю скорость дело для начала здесь скетч на котором я рисую центральную линию в центр линии я помещаю точку на эту точку я буду снайпить отверстие вот он находится холл визард нажимаем на ее выбираем эту точку нужно здесь сначала выбрать фейс то есть поверхность на котором это вот как раз таки располагаться тыкаем и теперь здесь это перетаскиваем данную данное отверстие к этой точке приснапливаем и теперь здесь вот можем выбрать как какие-либо типу поверх точнее вырезов принципе а эти настройки они точнее этот инструмент очень похож на если не ошибаюсь называется трэд то есть та команда который я делаю нарезы на винтах на самом деле все просто вот у нас так получилось и вот этот инструмент дело так что он искать он основится на вот как раз таки вот на скетче и который идет от или кадре волк и теперь уже оказывает отверстие можно сидеть уже подгонять то есть выбрать скетч и уже подвигается на и меншин и из-за линейки теперь сделал здесь линия паттерн копируем на на отверстие данный выреза верну и уже снова подгоняю немного и как оказалось то что он здесь насквозь режет поэтому выбрал чтобы не до конца проходило отверстие и теперь сделаю головку болта как раз таки он полтавин таки ссоре если кому-то отрежет слух делал здесь а вот этой поверхности добавляю фаску чтобы лучше смотрелось даже до поля здесь как раз таки вот шестигранник снова ну все как все как обычно здесь я сделаю драфт окраски что вот так вот углубление получилось и уже подгоняю саму форму также здесь добавляйте фаску и чтобы вот если кликну здесь один раз по ребру то луп не выделиться чтобы выделить лупов так сказал автоматическом режиме нужно правой кнопкой нажать здесь выбрать select loop после этого появляется вот такого такая стрелочка которая показывает этот выделение автоматическое если на нее нажать то выделиться другой вот и когда все устраивает просто подтверждаем галочку еще у нас вот так получилось и теперь снова при помощи linear pattern я скопирую тоже вот эту головку болта или винта кому как удобно оказался от четыре штуки мало поэтому я сделал две а теперь я передвинул команду мир лишь вниз я от отциркалировал от симметрии симметрировал краски вот эту часть и все вот винты все головки винтов и в этом случае у меня оказалось что вот эта часть вот эта часть они стали отдельными не единобъект после этого естественно их сшиваю при помощи команды комбайн и теперь могу сделать как он называется цирклов 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 паттерн то есть клонирование по кругу вот он как раз тут видно то есть раз два и на другой стороне то же самое то есть как играл да вот сделал одну часть потом сделают головки болтов от симметрировал скомбайнил и по кругу копируем а вот как раз таки выбирая здесь четыре штуки то есть и копирование четыре штуки потом как у нас получается сейчас здесь более так и у нас как получается у нас четыре штуки нам нижнюю не нужно для этого нужно зайти в инстанции тускип и здесь выбрать сюда нажимали кнопку мыши и здесь появляется вот такой розовый там светость не ошибаюсь так здесь нажимаем туда и вот появляется вот такой . нажав нажимаем сюда нажимаем на который на эту точку вот она из копии пропадает то же самое работает с linear паттерном то есть со всеми паттернами это все работает то есть можно и перескок надо и можно допустим в центре что-то отрубать копирование и вот так вот собственно получается и потом естественно подтверждаем наши действия и от получать как раз таки три штуки вот собственно так вот дуло и получилось до для тех кто еще не заметил или может заметил были вопросы то что я здесь не делал вот эти отверстия потому что здесь есть отверстие допустим у этого оружия а вот у этого нету поэтому я не знаю к какому сказать каким фотографиям верить вот здесь допустим тоже нету на план вот этим вот этой фотографии я и делаю использую как скетч как референс и она взята с официальным сайта этого оружия я все-таки я даже не знаю честно кому верить поэтому вот он такой ответ на этот вопрос почему я не сделал эти отверстия так мы здесь я начинаю делать дулу так и здесь я создаю собственно новую часть под названием дуло здесь я зашел настройки снял одну галочку которая позволяет которые ранее до этого ставил умолчана по умолчанию она отключена это чтобы выбор между сохраним вовнутрь части то есть во внутрь сборки либо сразу в внешний файл вот я отключил у меня стало теперь снова спрашивать будет мне сохраняться файл в отдельный ну то есть внутри ли внешне ли нет вот все как обычно вот придаю с помощью вот профиль при помощи револф сделал здесь тоже вот отверстие такое и подгоняю форму то есть сделал как надо то есть как как сказать надо то есть примерно такой профиль сделал и уже подгоняю форму все как обычно ничего не поменялось вот при помощи команды thread уже настраиваю как не надо то есть просто выбираю пресет так здесь снова делаю offset чтобы она снаружи вырезалась пододвигаю как мне нужно если мне что-то не нравится я снова изменяю данный профиль а перед этим я решил здесь сделать чемфер чтобы вот так вот срез получился еще такой вот срез еще добавляю фоску вот она делаю и меншины ну то есть чтобы их зафиксировать для этого их собственно и делаю что можно было так таскать спокойно изменять длину при том чтобы длина вот этот нарез она оставалась неизменной и здесь делаю новая часть под названием назвал ее насадка один делая вот эту часть вот эту часть а и Продолжение следует... Вот здесь я делаю такой-то профиль для того, чтобы сделать здесь plane. То есть именно под этим углом будет plane, который перпендикулярен вот этой прямой части. Чтобы сделать как раз-таки вот такой-то вырез. Ну, сейчас я здесь все покажу. Вот делаю такую-то окружность, именно круг. И сделаю я его вырез, который пройдет вот тут. Делаю с командой offset. Пытался здесь версток, чтобы начинал сосуд, потом плюнула, это сделала offset. Отодвигая, насколько мне надо. Вот он как раз-таки есть. Хотел сделать здесь тоже, чтобы вот вырез доходил вот до этого верхности, потом тоже на эту плюну как бы. Пусть торчит туда, как бы экструдит. Мне это не особо важно. Ну, просто хотел, что-то как-то, ну, немножечко правильно, что ли, сделать. Придаюсь радиус необходимым. Потом делаю команду дом. Именно команду дом в этом случае я делаю с опцией elliptical. Вот elliptical дом. Скорость меньше было видно ее сразу. Вот без elliptical, то есть обыкновенная сфера, сферическая форма, она вот такая. Elliptical становится вот такой вытянутой. То есть как раз-таки вот она, похожая вот эта форма. Вот она. Именно это и. И это делает такую форму. Сделал такой вот объект, и я его потом отрежу, вырежу. Так, перед этим я его клонирую по кругу. До этого я думал, что там всего лишь четыре штуки в ряд. Вот, то есть вернее по кругу. Но потом, как оказалось, там вообще шесть. То есть есть центральный и нижний верхний вот. И есть вот по бокам как раз-таки. Под углом в 60 градусов. Ну, перед этим мне казалось, что как раз-таки не так. Но потом, как увидел, что вот как этот вырез уже не совпадает. Как здесь, то есть расстояние тут и сам вырез. То есть вот размер выреза и расстояние тут. Когда они очень сильно совпадали. Я здесь изменил? То есть я покажу снова еще раз, что я изменил, если кто не видел. Вот здесь у меня был вот этот как раз-таки здесь. Линия скетча, который делал вот этот как раз-таки угол. Я ее заменил снова на 90 градусов. То есть сделал ее прямой. Вот как раз-таки сделал ее ровной. И вот так получилось. Изменился. И сделал вот так. И теперь как раз-таки вот это стало похоже. И снова здесь подгоняю форму. Здесь какая-то была ошибка. Поэтому я ее стал изменить. Ну, теперь подгоняю как раз-таки вот эти расстояния. Для удобства я фиксирую размеры, что можно было и изменять длину. Копирую по кругу и врезаю. И вот теперь как раз-таки стало похоже. Вот как видно, я таскаю за эту часть и у меня изменяется вся вот так таскается. Это благодаря тому, что я здесь зафиксировал вот эти размеры. Вот как раз-таки про это удобство я все время говорю. Когда говорю про удобство Dimension. Для теста я здесь добавил. Ну, вернее, как для теста. Чтобы визуально посмотреть, как это будет выглядеть темно с фаской. Мне это устроило вполне. Теперь я сделал здесь, так скажем, окончание вот этой. Здесь я снова воспользовался командой Select Loop. Здесь попробовал один раз нажать. У меня не сработало, чтобы по лупу выделило по кругу. Поэтому нажал правой кнопкой и Select Loop. Я не знаю, как она там на самом деле выглядит. Потому что я не нашел, как она выглядит на самом деле. Поэтому немножко симпровизировал. Да, кстати. Как оказалось, что вот эта часть, точнее вот эта часть, это отдельная. То есть вот эта часть, это отдельная часть. Вот эта, это отдельная часть. Это две разные части. То есть это две разные насадки. Это видно, так сейчас покажу, вот тут. То есть есть, вот они эти вырезы. И вот они эти вырезы, как было. Раз насадка и два насадка. Вот это я только лишь потом увидел. А до этого я здесь делал краски их все вместе. То есть сшит у меня здесь все вместе, вот так было. Вот и поэтому тут с чистой совестью все так делал. Думал, что насадка, насадка на самом деле вот она. Добавляйтесь в фаску, потому что она, вот она видна как раз таки. Решил здесь радиус взять вот из радиуса дула, потому что так, ну, наверное, правильнее все-таки. То есть именно вот так вот сделать. В общем-то она не хотела снять к той точке. Поэтому я плюнул на это и стал вот так подгонять форму сам. Добавил здесь такой чемфер. И решил здесь сделать такие вот, как это назвать, какие-то ромбовидные такие вот вырезы. Но снова вот эти вырезы очень сильно сказались на длительных просчетах. Тоже, допустим, сделал здесь вырез. Потом, как оказалось, мне нужно, перед ним я делал какую-то команду, допустим, фаску, да, какой-нибудь чемфер, либо филит. Чуть-чуть измею и жду, пока перепрочитается вот этот вырез. Сейчас, если честно, это, ну, вроде бы парасекундное изменение команды, но оно сильно-сильно тормозится вот на вот этих вот вырезах. Имею в виду не просто один вырез, а вот когда он идет по кругу, плюс он отзеркаливается. Вот это реально очень долгие просчеты. Ну, как очень долгие. Может быть секунд 30, может быть минуту занимает. Смотря какое количество копирований по кругу. Вот поэтому я решил на это плюнусь потом и сделал все это на текстуре. Вот как раз таки здесь идет просчет, причем это еще ускоренный, такой быстрый. На самом деле сидеть вот, ждать, допустим, ну, вроде бы там 30 секунд, вроде бы недолго, да, но если так сидеть раза 3-4, так изменить что-то, и эти полсекунды превращаются в несколько минут. И, ну, честно говоря, мне это не устраивает сидеть и пупи пялить в экран. Ну, выглядит, конечно, классно. Такие вот вырезы. Именно физические вырезы вот такие вот. То есть, имею в виду, они сделаны не на текстуре, а именно вот тут. Вот вот делаю вырез насквозь. Вот как раз таки снова сижу и жду, как раз таки из-за этих вот просчетов вырезов. Здесь я сделаю еще одну вырез, точнее я изменил профиль заднего вот этой части, так скажем, окончания. Решил себе сделать тоже вот такое вот обрамление под, как он называется, под нарез. Здесь добавил фаску уже на сам чертеж, на самом скетче. Здравствуйте. Спасибо. 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 здесь я сделал фаску асимметрично потому что здесь она не кажется такой вот мне кажется такой прям уж симметрично вот я здесь сделал и стала реально похоже так сказать намного что такой более приемлемый стал скажем здесь от снова жду из этих просчетов то есть уже какой разная уже жду здесь вот этих перепросчетов и вот тут я уже здесь на этом моменте если не ошибаюсь я за да вот как раз к этому момент момент я заметил что вот эта часть является отдельной то есть именно как отдельная насадка которая накручивается туда на тула и уже на которую могут накручиваться другие насадки другие газа отвода не газа отвода дульные тормоза здесь вот эти части а потом просто удаляю решил сделать решил здесь исправить вот этот момент то что здесь вот эта часть является отдельных вот и поэтому здесь решил сделать еще один вот такой похожий нарез не а ну потому что она же как-то должна вкручиваться ввинчиваться вставляться что я просто не знаю там не видел таких вот здесь краски создал новую часть за насадка 1 слэш а потому что на вот эту насадку надевается две краски 1 и 2 но кстати вот небольшой скажем ответ на вопрос почему не делать вот здесь сделают эти вот вырезы точнее нарезы и тут тут нарезы стену то есть если часть сделать часть и потом получается на уже во второй части я уже там сделал вот это здесь от нарезы для того чтобы допустим то в движке там princi tam si до все так скажем презентация либо упустим показать что вот эти части могут сниматься то что можно допустим заменить легко допустим дайте представим что-то что персонаж будет откручивать эти дольные тормозы и будет их заменять и соответствует и уже нужно сделать что-то придется показать что с внутренней части дал с обратной стороны какие там нарез на самом на самой части вот эти нарезы сделать вот именно поэтому и сделка мне это ничего не стоит на самом деле это ну может как минутное дело пара минут буквально делать это это несложно вот на этом я первую часть заканчиваю жду вас на следующей части надеюсь вам понравится что-то непонятное пишите попробую исправить эти моменты либо если хотите чтобы я что-то по-рубому стал делать и все до следующей части и всем пока